К юбилею Новосибирской области губернатором Андреем Травниковым был учрежден знак «Новосибирь-85». Им награждали самых достойных жителей региона, кто внес свой вклад в его развитие и процветание. В Искитимском районе в канун Нового года почетные знаки вручили людям, чей профессионализм и общественная деятельность уже вошли в историю. Это ветераны администрации и почетные граждане Искитимского района. Сельское хозяйство и промышленность, образование и строительство, культура и спорт В районном Доме культуры за одним столом собрались представители разных отраслей. Это целая команда, за плечами которой десятилетия работы на благо жителей и всего родного края. Причем многое приходилось делать в тяжелые 90-е годы. Это действительно была команда. Это был коллектив, который работал, как говорят, один за всех и все за одного. Не побоюсь пожелать нашему руководящему составу сегодняшней администрации, чтобы побольше было таких, как в те 90-е годы людей, которые действительно работали не для себя, работали не за страх, а за совесть и помогали людям. Валентина Волгина, Михаил Монастыренко, Владимир Пилявский, Павел Могулов, Владимир Мизуров, Михаил Бондаренко. Имен много и все они давно вошли в нашу историю. Глава Искитимского района вручает каждому подарок и юбилейный знак «Новосибирь-85» как особое признание заслуг. Хочется поблагодарить за вашу работу, за тот монолит, который вы оставили поколению, скажем, следующему нашему. Каждый из вас вложил очень много труда, своих талантов, своих способностей, то, что вы район процветал. Ветеранам приятно внимание, ведь пообщаться в таком кругу получается нечасто. К каждому вашему движению, каждому из вас я преклоняюсь за то, что я с вами прошла по жизни. За то, что мы друг у друга учились, что работает здоровья, успехов и всех благ на благо нашего района. Юрий Саблин не скрывает, что до сих пор руководство района прислушивается к мнению ветеранов и обращается к ним за советом. Он пожелал всем здоровья и хорошего настроения, а также выразил надежду, чтобы встречи таким кругом проходили чаще.